всем привет это канал бензотрэш и мы продолжаем делать наши видео обзоры бензоэлектроинструмента не забываем подписываться и ставить лайки и сегодня мы с вами будем рассматривать бензопилу фирмы эльпром модель эбп-5000 и так технические характеристики мощность двигателя 4 лошадки а это 2 и 9 киловатта холостой ход 2800 оборотов в минуту шина 45 или проще говоря на 18 дюймов вес этой бензопилы 7 килограмм 400 грамм это уже в собранном виде итак давайте открывать смотреть комплектацию и собирать пила это появилась в принципе недавно наверное года два может быть три ей по отзывам очень люди хвалят ее ну что же давайте мы посмотрим что она из себя представляет очень такая упаковочка сделана вот знаете штиль или там какая-то вроде как простая но все равно не удержались разрисовали очень плотная упаковка значит цена этой пилы в пределах 90 долларов вроде бы как в двойной комплектации и железном корпусе в метрическом но давайте смотреть производится она кстати приехала к нам из китая и производится там уже ну вроде всех валят давайте смотреть открываем есть так давайте мы как всегда мы будем начинать наши бензопилы вокруг да около не будем ходить тогда вот такая наша красавица вот так она выглядит давайте положим так так же наш тормоз вот мгновенная остановка цепи что у нас здесь инструкция инструкция на русском языке прочитайте пролесните даже все знаете обязательно так у нас здесь идет шины две шины вот наши шинки давайте одну 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 достанем нам пригодится шина 45 на 18 дюймов 72 звена на нее становится вот такая шинка у нас если нельзя разрешены значит есть и две цепи вот наши цепи на 72 звена 325 шах посадка 1 и 3 цепи эти обкаточные каждая 8-10 кубов сработает а потом можно заточить а можно и не точить так пригодится обязательно а купить хорошие цепи фирмы стиля регон с каленым квадратным зубом и так у нас здесь есть еще вот такая сумочка давайте открывать смотреть что у нас есть есть сумочку положим здесь у нас ключ универсальный свечной пригодится на упор и обязательно не забываем одевать помним про упоры нужная вещь отверточка так что у нас здесь еще в этот сит ситечка и у нас здесь есть напильник диаметром 48 он абсолютно никуда не годящийся может быть на раз конечно и хватит но я советую покупать 48 напильники штиль орегон потому что так чепуха короче говоря так два ключа у нас и веревочка немаловажно нужная вещь к нашему статую сюда вот так вроде бы больше нет забыли мы баночку забыли для горюче смачки смазочных материалов точнее бензина разведенного маслом дух так вот так вроде бы все здесь у нас все больше ничего нет отложим коробочку и перейдем к рассмотрению самой нашей пилы так как всегда начнем сверху ручку у нас прорезинили сверху очень удобно мягко рука зафиксирована не двигается очень хорошо круто удобно что у нас здесь давайте посмотрим что у нас там откроем и увидим так есть здесь у нас воздушный фильтр как и должно было быть и быстрый доступ к замене свечи вот наша свеч не буду я лазить туда вот наша свеча открыли достали покупайте новую для того чтобы было чем заменить всякие в жизни моменты бывают поэтому обязательно приобретите одну свечу она станет стоит недорого пределах 6 долларов там может быть даже дешевле вот так ставим аккуратненько все все на место вот так есть есть возвращаем скажу что качество пластмассы вот мне нравится сделано подматываю но плотная никаких вот зазоров не чувствуется руками так что плотная хорошая пластмасса очень хорошо так ну что ж давайте посмотрим на управление нашей пилой а здесь нас порадовали праймером вот он уже даже есть бензинчик вот заводили наверно так также у нас есть здесь дроссельная заслонка проще говоря подсос вот так у нас газулька и блокиратор двойное нажатие только так больше не как только так так никак видите также здесь у нас включить выключить это хорошо вот так 9 давайте наверное попробуем дернуть наш стартер как он вообще мой классный звук легко легко дергается да действительно звук хороший все мне все нравится так также у нас здесь звездочка вот наша звездочка вот такая давайте посмотрим на нее вот она и наш цепи улавливатель стоит здесь все хорошо какой-то вот номер здесь есть ну что ж давайте мы наверное кстати попробовали надо попробовать нашу положим и перейдем рассмотрели наши крышки а наша крышка здесь у нее на то житель сбоку вот он значит не с торца а именно сбоку натягиваем по часовой нашу цепь отпускаем против часовой вот внутреннее строение нашего натяжителя цепи вот наш сам винт кольцо прижимное которое зажимает нашу звездочку так ну что же этот винт должен попасть в саму шину в пазик шины сейчас все увидите я обязательно покажу так давайте мы наверное будем собирать нашу пилу и так одеваем нашу шинку вот так поправили так теперь давайте открываем нашу цепь так есть цепи я все-таки рекомендую ставить стиль орегон с каленым квадратным зубом улучшится пиление причем намного качество пиления так вот так ставим мы нашу цепь режущим зубом вперед только так к тому же здесь вот допустим стоит круглый зуб а если поставить квадратный то для твердых пород полегче будет он справляться одеваем заводим за звездочку и одеваем на саму шину вот так и теперь выдвигаем нашу шину вперед вот так все стало все отлично теперь мы должны чтобы наш вот пальчик попал в эту шину ну попробуем сейчас как она будет вот все отлично вот так стал поправлять мне не пришлось так давайте накручиваем но не до конца так прижимайте рукой вот так и теперь давайте посмотрим как натягивается наша цепь смотрите как она висит болтается по часовой стрелочке так ну что ж путет часовой мы натянули туговато вот здесь была натяжечка решил я не тратить ваше время так наша пила в принципе полностью готова к работе вот осталось залить масло и бензин давайте поговорим и про это а в нашей пиле есть бак для масло цепи вот он помещается сюда триста восемьдесят миллилитров не забываем пополнять его всегда полностью нужен потому что масло смазывает нашу шину и цепь и очень быстро израсходуются помним об этом и всегда пополняем всегда так так же у нас здесь есть бак для бензина разведенного двухтактным маслом на 1 литр двадцать пять тридцать миллилитров масла но только двухтактного помните об этом читайте инструкцию на самом масле советуют где один пятидесяти где один к сорока разного качества масла поэтому всегда читать на самом масле инструкцию но только двухтактного так ну что ж давайте возьмем пилу очень выглядит достойно она вот так срабатывает наша крышка тормоза мгновенная остановка цепи если на нас откинула бензопилу поэтому помните очень нужная вещь старайтесь всегда держать в таком положении не балуйтесь ей особенно так к тому же если она отщелкнута вы просто не снимите эту крышку помните об этом только так в таком положении не тяжелая пила скажу я вам что по три с половиной килограмма на руку но вот легко вроде бы работать должно быть не шумная так давайте положим ее ну что ж вот так выглядит наша бензопила эльпром в собранном виде качество сборки хорошая качество пластмассы мне тоже понравилось пила это для бытового использования но благодаря своей шине я думаю она сможет поработать и с крупными такими бревнами и выполнить какие-то более сложные задачи нежели подрезка сада единственное что я не увидел в комплектации это чехла поэтому не забудьте приобретите обязательно чехол пила очень достойно приобретайте я думаю вы не разочаруетесь а с вами был канал бенза трэш подписывайтесь ставьте лайки а мы будем продолжать делать наши видео обзоры для вас все удачи пока